Здравствуйте! На телеканале ПС программа «Ваш доктор» – путеводитель в мир официальной медицины. Сегодня речь пойдет о боли. Каждый в своей жизни испытывал боль и знает, насколько это неприятное и настораживающее ощущение. Что же такое боль? С чем она может быть связана и какими средствами с ней следует бороться? За ответом на этот вопрос обратимся к специалистам медицинского центра «Гиппократ». Итак, сегодня в программе. Электростимуляция как один из способов лечения боли. Причины головной боли и можно ли избавиться от шейного остеохондроза при помощи массажа? Ответы на эти вопросы в рубрике «Скажите, доктор». Здоровая кухня подскажет рецепт вкусного и полезного коктейля из какао. По определению Международной ассоциации по изучению боли, боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением ткани организма. Казалось бы, как было бы хорошо, если бы мы не чувствовали боли, но как тогда мы узнаем об аварии нашего организма? Поэтому боль – это все-таки благо, защищающее человека от множества неприятностей. Боль – основная причина жалоб, с которой пациенты обращаются к врачам всех специальностей. Наиболее часто встречаются боли в позвоночнике, в суставах, головные боли. По данным литературы, боли в позвоночнике испытывают около 98% взрослого населения. Боли в суставах встречаются у 40% пациентов от 30 до 60 лет. Головные боли беспокоят до 80% людей. Существуют различные способы лечения головной боли. Это медикаментозное лечение, массаж, иглоукалывание, различные методы физиолечения. Профессором Уральской медакадемии Андреем Александровичем Герасимовым разработан способ лечения боли с помощью электростимуляции. Он используется в различных клиниках и санаториях как в России, так и за рубежом уже более 30 лет. Лечение основано на теории, по которой источником боли является сама кость. Ухудшается кровоснабжение кости, и это приводит к возникновению боли. При электростимуляции используется целенаправленное воздействие низкочастотным электрическим током, соответствующим биотокам человека, на пораженные участки кости. В качестве электрода используется тонкая игла, с помощью которой лечебный ток подводится непосредственно к больным участкам кости. В результате улучшается кровоснабжение, снимается мышечный спазм, предотвращается разрушение хряща, восстанавливаются периферические нервы. Этот способ лечения показан при астрахандрозе позвоночника, при болях в опорно-двигательном аппарате, при артрозах, артритах, при головной боли напряжения, мигрени, вегетососудистой гистонии, пяточной шпоре и бронхиальной астме. Лечение проводится амбулаторно. Длительность процедуры составляет от 20 до 40 минут. Проводится от 3 до 10 процедур. Эффективность лечения составляет 90% и сохраняется эффект на несколько месяцев или лет. Существует исследование, указывающее на снижение продолжительности жизни людей с хронической боли в среднем на 10 лет. Не терпите боль, обращайтесь вовремя к специалистам и будьте здоровы. Ну а мы продолжаем прямо сейчас вопросы наших зрителей. Матвеева Ирина Петровна. Врач-невролог высшей квалификационной категории медицинского центра «Гиппократ». В совершенстве владеет мануальной терапией, иглорефлексотерапией, физиотерапией. Стаж работы 32 года. Скажите, доктор, можно ли избавиться от шейного остеохондроза с помощью массажа? Избавиться при помощи массажа от шейного остеохондроза невозможно, потому что остеохондроз – это возрастные изменения позвоночника, которые выявляются рентгенологически. Но массаж может быть полезен для снятия мышечного напряжения в зоне шеи, в зоне поясницы. А скажите, доктор, какие основные причины головной боли? Самая частая причина головной боли – это так называемая головная боль напряжения. Она возникает вследствие эмоциональных перегрузок, когда напрягаются мышцы головы. Вторая по частоте причина головной боли – это мигрень. И третья – это головная боль, связанная с шейным остеохондрозом. Для того, чтобы сказать, чем именно вызвана головная боль у человека, нужно пройти обследование для того, чтобы исключить более серьезные причины головной боли. Скажите, доктор, можно ли принимать обезболивающие препараты без назначения врача? Существует группа обезболивающих препаратов, безрецептурные препараты, которые можно принимать пациентам самостоятельно, но только в том случае, если они знают причину своих болей. То есть они предварительно должны пройти обследование у врача. Проконсультироваться по вопросам здоровья Вы всегда можете в медицинском центре «Гиппократ» по адресу город Архангельск, проспект Советский космонавтов, 180, телефон 276-393. Или задать вопрос на сайте иппократ29.ру О пользе молока и какао известно, пожалуй, всем. Молоко содержит много полезных веществ, витаминов и минералов. А какао является хорошим источником магния, известного своими антистрессовыми свойствами. А если добавить к этим двум замечательным продуктам вишневый сок, то получится вкуснейший коктейль, который мы сейчас и приготовим. Нам понадобится полстакана вишневого сока, 3 стакана молока, 2 столовых ложки сахара, 5 чайных ложек порошка какао и вишни для оформления. В глубокой посуде смешать какао и сахар. Затем тонкой струйкой влить в вишневый сок. Добавить прокипяченное и охлажденное молоко. Полученную смесь хорошо взбить миксером. Коктейль перелить в ботвалы, положить в каждый по нескольку кубиков льда. Оформить двумя-тремя ягодами вишни. Это была программа «Ваш доктор». Смотрите нас в кабельной сети АТК и в интернете на портале правдосевера.ру. Пишите нам на электронный адрес info.sobaka.ps29.ru. С вами Лалина Гончарова. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова